Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами обсудим вопрос, как найти инструкцию и целевые значения контрольному материалу или калибратору RANDEX. Первое, на что нам с вами стоит обратить внимание, непосредственно сами флаконы контрольного материала или калибратора. Какую информацию здесь мы должны подчеркнуть? Во-первых, это реф номер нашего контроля или калибратора и лот, нашего контроля или калибратора. Эта информация нам понадобится в дальнейшем для поиска инструкций и целевых значений. Далее мы с вами открываем браузер и переходим на сайт randex.com. Откроется главная страница и на ней в верхней панели меню мы с вами можем выбрать раздел Support and Documentation и нажать на QC Calibrator Documents. Во вновь открывшемся диалоговом окне в строке поиска мы с вами вводим лот контрольного материала или калибратора. При этом вводить можно без букв. Страница осуществит поиск и выдаст все возможные варианты, подходящие под наш запрос. Как же нам выбрать тот, который подходит непосредственно нам? На данной странице мы сейчас видим большое количество контрольных материалов, целевые значения для которых аттестованы непосредственно под определенные анализаторы. В данном случае Backman, Snipe, Siemens и так далее. Но нам нужна общая инструкция со всеми возможными анализаторами. Поэтому мы выбираем ту, напротив которой не стоит какого-либо анализатора либо метода. Далее мы также с вами обращаем внимание на реф номер нашего контрольного материала или калибратора, чтобы он совпадал с тем, который мы с вами взяли с флакона. И также справа у нас должно стоять QC Sierra, соответственно, для контрольных материалов и калибрейтор для калибраторов. Когда мы с вами проверили всю эту информацию, слева мы нажимаем View и скачиваем нашу инструкцию. Но давайте проверим, как же это сделать на практике. В данном случае мы возьмем с вами контрольный материал, реф номер которого 5072 и лот 2228, а также калибратор с реф номером 2478 и слотом 2931. Мы заходим в наш браузер, переходим на сайт randex.com. Открылась главная страница на нашем сайте и в верхней панели меню мы с вами выбираем Support and Documentation, а затем нажимаем на QC Calibrator Documents. Во вновь открывшемся диалоговом окне мы с вами вводим лот контрольного материала. В данном случае это 2228. Страница осуществила поиск и выдала все запросы, подходящие под наше описание. Соответственно, мы с вами смотрим, что здесь есть непосредственно контрольное значение для отдельных анализаторов, но нам нужна общая инструкция. Мы с вами проверяем реф номер, чтобы он совпадал с тем, который был на нашем флаконе, то что справа прописано QC Sierra и скачиваем непосредственно эту инструкцию. Вот открылась наша инструкция и если мы пролистаем чуть ниже, то мы увидим все возможные варианты, тестованные под анализаторы либо методы. Точно так же мы с вами осуществляем поиск для калибратора. В нашем случае это 2931. Как вы видите, только один вариант нам был дан. Соответственно, мы проверяем наш реф номер 2478, смотрим то, что справа стоит калибратор и нажимаем View. Соответственно, вот наша инструкция к калибратору и далее мы видим целевые значения для нашего калибратора. Также хотелось бы кратко обсудить возможные варианты тестованных контрольных значений. Здесь мы с вами видим вариант, при котором контрольные значения аттестованы для определенного анализатора. Также контрольные материалы могут быть аттестованы для определенного метода, как, к примеру, здесь мы видим для альбомина, к примеру, BroncResolve Green. В данном случае это раздел Mean of All Instruments. Зачем он нужен? На данный период времени, когда у нас существует большое количество адаптированных реагентов и различных вариантов оборудования, не всегда контрольные материалы бывают аттестованы непосредственно к нашему анализатору или реагенту. Но при этом в инструкции контрольного материала мы можем найти раздел Mean of All Instruments, найти наш метод и взять эти целевые за основу для построения своей установочной серии. И также еще один вариант, когда для анализа аттестованные значения даются непосредственно под определенный реагент. Итак, коллеги, спасибо за внимание. Надеюсь, что эта информация была вам полезна. Продолжение следует...